Степан 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 С малых лет вышка попривыкла разбирать эти штучки и все просила бывало мамонька не продавай не продавай лучше я в люди пойду а тятину памятку побереги Сколь хорошо тятина то подарение и тепло от него будто на пригревнике сидишь Настя от знающих людей слыхала больших тысяч шкатулка стоит поберегать то ее покрепче надо взяла да потихоньку от танюшки и других ребят зарыла ту шкатулку в голбце подальше от греха Как уехали все семейные танюшка и хватилась шкатулки а ее быть бывало Погляделась а из под полу свет не пожар ли только ведь огня то нет и дымом не пахнет Мать думала вот хорошо то спрятала никто не найдет а шкатулка ровно сама себя нашла А тут случаем одно дело вышло приходит к ним женщина вроде как странница и просится у Настасьи нельзя ли хозяишка у тебя денек-другой отдохнуть ноженьки вот не несут а идти не близко Настасья то сперва подумала подумала да и пустила мол место не жалко только вот кусок от у нас сиротский утром лучок с кваском вечером квасок с лучком вот и вся перемена Утощать не боишься так милости просим живи мол сколь надо Не по нраву пришлась Настасья странница эта Тут странница и говорит хочешь выучу тебя вот так то шалками шить так конечно хочу Настасья так и взъелась и думать забудь шалка по дико денег стоят а странница ей за твою хлеб соль оставлю ей шалков то надолго хватит Настасье уступить пришлось Вот эта женщина и занялась Танюшку учить скорехонько Танюшка все переняла будь то раньше которая знала да вот еще что Танюшка не то что к чужим к своим то за всегда не ласковая была а к этой льнет и странница ей то дитятка то доченька Танюшка слышка до того вверилась этой женщине что ведь сказала ей про шкатулку то есть у нас дорогая тятина памятка шкатулка малахитовая и есть в ней ожерелье таким же узором выложено век бы любовалась показать От Танюшки глаз не отвесть так хороша ладно говорит доченька ладно станьку пряменько спал платок от состранницы и оказалась она медной горы хозяйкой Вперед говорит гляди примечай что будет а ничего не спрашивай и не оглядывайся И увидала она красавицу как в зеркале Сойкала Танюшка кто мол это где Не доглядела доченька говорит хозяйка это царский дворец та самая палата для коей отец твой малахит добывал остального не скажу сама узнаешь скорости Ровно сгинула странница да пуговку только ее оставила сама в ней показалась да и наставляет оттуда Танюшку Погляди мол эту пуговку дочка как трудный случай подойдет или узор не получится тут тебе ответ и будет С тех пор Танюшка и стала мастерицей слава пошла в ее вышивках а еще больше о красоте ее девичьей Заводские парни у Настаси на окошке глаза обмазолили а подступить боятся Какой с обиды фырчит про себя разве это девка статуй каменной Суседи устали Настасью говорить что это у тебя Татьяна шибко высоко себя повела Мать в слезы Танюшка успокаивать Мамонька ведь я знаю что это тут моей судьбы нет то никого и не привечаю Как то сама приказчикова жена пожаловала заказ на вышивание сделать Эй кричит кто это тут пошел к умастерица Как увидела приказчица каменья пристала к Танюшке продай да продай А Танюшка ни к чему нам это трудами говорит кормимся Мне по душе пришелся приказчица то отказ заругалась Ишь царица кака в полевой выискалась не я буду завладею камешками Приказчик у нас из чуже странных земель был По-русски то чисто одно слово и выговаривал пороть А какой недостачи ему заговорят одно кричит пороть Его и прозвали поротий Не стало житья поротиной то бабе без тех каменьев На все готова только в добыть Подбила одного хитника на страшное дело Не побрезгивала Ровно солнцем обожгло хитнику глаза там Стонет кричит Ой ослеп я Ой ослеп Не вышло с хитником то а она знает свое Все одно найду я местечко этим каменьем Субтитры создавал DimaTorzok Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всякая все сгорело С тем только и остались чем выскочили Поглядела Настасья на шкатулку Видно край пришел Придется продать шкатулку так И сыновья тут в один голос Продавай мамонька не продешеви только Горько стало Танюшке а что поделаешь Продавать так продавать И даже на прощание не стало на те камни глядеть У суседей приютились Тесно, голодно, да хоть сами целы Придумали так продать то А купцы уж тут как тут Обзарились видишь Сидят рядятся На чужом горе еще и выгадать хотят Воротина та баба вороном налетела Понимает семье край пришел Сама подика устроила Теперь, думает, куплю камень это вместе со шкатулкой Ох, только бы не сорвалась покупочка У самой царицы эдаких-то украшениях нет А тут наков полевой Сколько, спрашивает, просишь А не отломилась, Андрюха не дал Пока, говорит, руки при нас Да голова на плечах по миру не пойдем Прокормимся Пороть это бабу свою домой отправил А сам к Кокошечку Да к Танюшке и пристал Что, мол, поделываете Танюшка ему по заказу шью А он сразу А можете мне с себя портрет шелками вышить? Свой портрет не буду А есть у меня на примете Женщина одна, отвечает Танюшка В лице сходственность будет А одежа другая Средились за сто рублей На ту пору слух прошел барин Турчанина, вслышка, из Санкт-Петербурга Едет за воды свои смотреть Ну вот Вышила, Танюшка, тот портрет Глядит по роте Да ведь это она сама и есть Подает, конечно, три сотенных билета Так Танюшка два-то не взяла Скоро уж барин прикатит А на заводе как раз беда случилась Печь погасла Чугун и застыл Козел получился Теперь его ничем и не выковыриешь Ломать печь надо, да, новую строить Большой убыток, барин Пороть, пороть А кого пороть? Где найти виноватого? Может, кто и нарочно козла в печи поставил? А может, не доглядели Вот купила пороть на та баба надзирателя Тот на Андрюху и показал Вот, говорит, виновник Сам видал, как он ночью возле печи мудровал Ступился было Петруха за брата Куда там? Кто его послушает? Пороть и все тут упекли Андрюху-то На цепь приковали Да еще и потешились Погоди, мол, скоро тебе облегчение выйдет Тут, в случае, и закопаем Без хлопот Пришлось таки Настасье шкатулку Отнести к приказшице А как запродала шкатулку Тут и попросила Андрюху, мол, сына вызвали Помрет ведь в горе Не утешила Настасья своих-то Шкатулку прикажется приняла А Андрюху выручить не берется Потому, говорит, государственный преступник он Одна царица освободить его может Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Дьмочки не разорвали. Ой-ой, что такое! Распухли уши те. Пальцы-то пальцы в перснях заковало. Да как же это? Ведь все ровно в пору было. Пришлось поротиной бабе-то скорехонько уборы посымать. Видно, не подходит корове черкасское седло. А барин Турченинов даром, что малоумненький был, в камнях разбирался. Взглянул и сразу, сколько! Та и бухнула вовсе не сообразно. Ну, средились за пять тысяч. А потом и спрашивает. У кого, мол, вы ее купили? Пороти-то на руку барину голову задурить. Он, видишь, за козла в печи боялся. Он имел барина-то такой красоты. А потом, как заорет, везите к ней. Где она, кто такая, почему, не знаю. Барина-то сперва было Танюшку в горничные к себе звать стал. До слов-то до конца не довел. Испужался. А потом и вовсе голову потерял. Шкатулку засел дарит. А Танюшка ему, непривычные мы подарки принимать. Отдаривать нечем. Тут барина и заела. Выходи, говорит, за меня замуж. А Танюшкой бровью не ведет. Не знает барин, чем взять. Да я, говорит, к самой царице вхож. Придворной, мол, станешь. Тут и Танюшку зацепила. Ей слышно, надо к царице-то за Андрюху похлопотать. Да только можно ли этому зайцу косому довериться? Вот и говорит она ему. Ладно, на Николин день приеду в Санкт-Петербург. Жди мы у меня у входа в царский дворец. Есть там палата, тятиным малахитом украшенная. Вот если ты в этой палате мне царицу покажешь, тогда я о замужестве поговорим. А пока уезжай отсюда. Камни, говорит, возьму на подержание. Ступай. Вот в назначенный день турчанинов барин с позаранку у дворцового крыльца и завертелся. А Танюшка надела каменья, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и приходит. Устыдился барин вида Танюшкиного, да и спрятался. Он лишь раззвонил всем про невесту свою неписанной красоты, а она во как, пешком да еще в этой шубейке ко дворцу приперлась. А царские лакеи не пущают. Не дозволено, говорят, заводским-то. Она и распахни шубейку-то. Тут все и сахнули. Чья такая? Каких земель царица? А барин турчанинов тут как тут. Моя невеста, говорит. Танюшка ровно огнем обожгла. Это еще поглядим, чья. По что ты меня обманул? У крылечка не дождался? Барин туда-сюда, оплошка, где вышла, извини, пожалуйста. Царица-то вышла в комнату, где назначено было турчанинову невесту показывать. А там никого? Како самовольство? Запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленько. Прибежала в Малахитову палату и ну кричать. Ну-ка, показывайте мне эту самовольницу, турчаниновскую невесту. Больно врут про нее много. Танюшка-то как услыхала такое? Это еще что придумал? Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман. Видеть вас всех не хочу более. Забирайте свои камни. Пуговка одна и досталась. А в ней Танюшка. Эх, ты полуумный косой заяц! Тебе ли меня взять? Разве ты мне пара? Видит Андрюха плохо дело. Эх, думает, зря люди про хозяйку горы сказывают. Будь-то помогает она. Коли бы такая была... Что такое? Одежа на нем новая, неудеванная. Палата перед ним, каких он и во сне не видал. Две яшерки рядом бегают. Бирюзовая прошилка Изумрудные цветы Тут хозяйка и говорит Иди прямо, не оборачивайся Худо будет Тают зимние сосути На огне светлой узор В малоситовой шкатулке Красота уральских гор Отражается в озерах Чудо-каменьком отзвель Он хранит в своих узорах Для людей тепло и свет После этого, случайно, заметочка вышла Сказывали, будто хозяйка Мерной горы Двоиться стала В тишине ночей бесканных За грусти влюбленных гор И живет в глазах зеленых Красота уральских гор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok